КОНЕЦ 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 И я просто хочу им поделиться. Возможно, что-то из этого вы найдете полезное. Первая вещь, которую, наверное, вы говорите своим воспитанникам, потому что вы это знаете, не знаю, насколько они это воспринимают, что научиться решать задачи, а Олимпиады или ЕГЭ – это в первую очередь решение задач, можно единственным способом решать задачу. Другого способа нет. И даже когда вы разбираете у доски, как решаются задачи, ребенок, который сидит в классе, он не тренирует навык решения задач, он тренирует навык слушать, как кто-то решает задачи. В этом смысле единственный способ научиться – он должен дома врать и решать. Если быть откровенным, если кто-то хочет стать Олимпиадником или скажет, я хочу выиграть в Российскую Олимпиаду. Очень простой рецепт. Ребята, которые выигрывают в Российскую Олимпиаду, они примерно на 80% их успеха – это самостоятельная работа. То есть, пожалуйста, можно решать определенный объем задач и, ну, в принципе, как бы можно так ориентировать, 2 часа в день решать задачи по физике. Да, вот все домашние задания делают, но если вы там хотите стать физиком, 2 часа в день решать задачи по физике. И в этом смысле, ну, я говорю, вот эти все цифры условные очень, они могут там меняться от человека в человека, но по смыслу вот так. Значит, есть еще один нюанс, на который важно говорить ребятам, это следующее, что вот, ну, как ребенок, который учится ходить, он же не сразу идет. Он идет, падает, встает, опять падает, опять встает. И чем больше он получает успех, успешного опыта или негативного, тем быстрее он в итоге учится ходить. Как это работает, да? По физике. Вот я решаю задачу. Решил. Решил неправильно. Да? Но я пережил это. У меня уже в душе вот эта задача есть. Я понимаю, вот так решать неправильно, а вот так правильно. Я вот так не буду больше решать, буду так. Опыт закрепился, да? У меня опыт решения задач фиксируется положительный, независимо от того, решил я задачу правильно или нет. Если я задачу решил правильно, то, конечно, я еще больше рад и доволен собой, да? Но он еще сильнее закрепляется. Также ребенок, если он упал, он понимает, вот так не надо делать. И делает по-другому в следующий раз. Если он сделал правильно и не упал, он фиксирует, что вот так надо делать. В общем, вот, ну, у меня очень простая судьба. Я, когда пришел в физмат-лицее, я с челябинского рода, и научился в 31-м лицее. Я до этого учился, ну, вот как восьмилетка тогда называлась школа, сейчас девятилетка, да? Школа у меня была на окраине города со спортивным уклоном. Да? То есть основной предмет был физкультура. Вот. И когда я пришел, мне сказали, вот у тебя есть определенная тяга к физике, иди на кружок, решай, и все у тебя получится. Мой учитель, вот, Иван Александрович Ягалевич, может быть, знаете кто-то, он, в общем, ну, вот, меня тогда увидел, прям, в топе сентября, и говорит, иди и учись. Вот. И я приходил на кружок, и я помню это ощущение, мне дают пять задач, я всю неделю решаю, я не могу решить ни одной задачи. Я прихожу, говорю, я все решал честно. Вот здесь продался так, 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 но ничего не решил. И... Но у меня вопрос есть, а как решать? И поскольку мне на него отвечали, то я фиксировал это. В следующий раз там еще опять ничего не получилось, потом одна задача из пяти, две задачи из пяти, три задачи из пяти. И так потихоньку, потихоньку, вот, тратя на это время, тратя на это силы, да, с любовью относясь к предмету физика, да, не распыляясь на остальное, потому что я там, понятно, пошел в школе, там, там, пуча кружки, там, по химии, по математике, там, какой-то школьный театр, и все остальное. Мы сказали, нет, вот ты хочешь физикой заниматься? Вот давай физикой занимайся, не надо в школьный театр ходить. Я ушел из школьного театра, чтобы больше времени тратить на физику. И в итоге в десятом классе у меня получилось так, что я прошел по вторым дипломам, то есть второй в школе, второй в городе, второй в области, второй на зональной олимпиаде, второй на сервисе, на финале. То есть я каждый раз успевал научиться для того, чтобы получить второй в городе. Но в принципе это возможно, то есть за год, с таким, ну, практически на любом уровне, человек может попасть на финал. Ну, если только брать, и, ну, работать, 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 работать. И самое главное, не бояться, что ты выглядишь глупым. Вот ребята часто боятся этого, особенно более старших классов. Они боятся, что они что-то не могут решить, боятся посоветоваться. Говорите им об этом, можете мою историю рассказать. Скажите, вот есть такой ворвар. Который был двоечником. Я пришел, получил двойку. Мне сказали, иди учись. По математике, первая оценка, первая же там неделя. Двойка, потом опять двойка. Ну и все, надо учиться, да. Это нормально. Это развитие. Вот. Так вот, чтобы научиться решать задачи, чтобы выиграть олимпиаду, нужно уметь решать задачи. Чтобы научиться решать задачи, нужно их решать. И нужно решать их много. И в этом смысле, ну, некоторый объем задач, если нет нарешенности у конкретного ребенка, он просто, ну, не умеет решать, не сможет выиграть олимпиаду. Даже если он знает физику, вы ему хорошо, блестяще рассказали, а я уверен, что так и есть. Вы очень хорошо рассказываете свои предметы. Если у него и рука не набита, а это только дома можно сделать, он не сможет вытащить олимпиаду на высокий уровень. То есть, ребята должны заниматься дома сами. Это простая мысль, о которой придется им говорить. Теперь я сегодня хотел поговорить немножко про другую вещь. Это скорее, наверное, не про то, как готовиться, хотя про это тоже немножко будет, а немножко про психологию, потому что иногда бывает ситуация, что вот вы все выучили и пришли на олимпиаду, но стресс такой, что из головы все формулы вылетели, да, и ничего написать не получается. Вот, чтобы это минимизировать, я хочу некоторые вещи рассказать из своего опыта. Опять же, может быть, что-то из этого будет полезно вам и вашим воспитанникам. Первое. Постановка цели. Когда мы конкретно отправляем ребенка на олимпиаду, да, мы ему говорим, иди там, принеси, иди там, желаем тебе первое место получить, да, или желаем максимум набрать, и так далее. Мы его ориентируем на конкретный результат, диплом там, или так далее. Если на ЕГЭ, то 100 баллов, да, там, и так далее. И вот эта постановка цели часто психологически выбивает ребенка. Почему? Что происходит? Ну, предположим, я сижу, решаю задачу. И все хорошо, я все решаю. И вдруг какая-то задача мне решается. И я понимаю, что вот, ну, как-то вот, я не могу ее решить. А рядом сидит человек, и на зло, как на зло пишет, 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 пишет. Но видно, видно, что он ум и я нет. Вот. И смотрите, что произошло. Я выключился уже от решения задачи, начинаю рассуждать, вот у меня сосед, он, наверное, умнее, первое место будет не у меня, а у него. И я вместо того, чтобы решать задачи, начинаю думать о том, что я там скажу маме, папе себе, любимому учителю и так далее. И формальная постановка цели, вот на этот результат, на медаль, на диплом, она выбила меня из крии совсем. И получается, что более эффективным способом, который мы советуем и национальной сборной, и такой подход, является следующим. На самом деле, когда вы приходите на Олимпиаду, вот сначала прямо это предвидение короткое, вы же имеете определенный багажнание за плечами. И реально, хотя вы соревнуетесь друг с другом, да, но реально вы соревнуетесь, в первую очередь, с самим собой. Потому что вот есть вы, ваше знание, есть комплект задачи. Вы его можете решить, можете не решить, но, в принципе, вы можете показать максимум того, что вы можете. Все. Да, ну не знаю, там, представьте себе, что вот там, не знаю, мы там, ну, начнем играть в футбол, да, там, например, и к нам придут футболисты, которые профессиональные футболисты, но мы их не выиграем. Но мы можем играть в футбол настолько хорошо, как мы можем. И в любой ситуации ребенок, важно, чтобы он не смотрел на по сторонам. Да? И вот этот акцент заключается в следующем, что было бы правильно, чтобы он, ребенок, школьник, он формулировал себе задачу так, что я должен показать максимум того, что я могу. И не важно, какой будет диплом. То есть для него первый диплом, да, идеально. Если вот он вышел с тура, да, и он задает себе вопрос, я сделал максимум того, что могу, если бы у меня были другие, там, скажем, 5 часов, если 5 часов в Олимпиаде, я смог бы написать лучше. И если ответ нет, я сделал все, что мог, я не мог бы написать лучше. Это его первое место. Он реально молодец. И он может себя хвалить, независимо от того, какая медаль будет или какой диплом. У нас, понимаете, эта штука еще более острая, надо сказать, то, что национально-сборная, как устроена. Вот мы прилетаем в страну, приезжают два автобуса, в один садятся школьники, в другой руководители. И они уезжают. Им потом мы второй раз видим их, когда мы улетаем из страны. И если ребенок, например, идет вот золотую медаль, вот он знает, что он может золото привезти с Межнаром. А у него не получается. И он говорит, ааа, не хочу вообще ничего. И на следующий тур вообще может не пойти. Ну и у нас если серебряная медаль не хуже, золотой, я не знаю, вот вы, наверное, все согласитесь, да. Ну, может чуть-чуть, но в целом медаль на Межнаре это такая вот крутая вещь. Но ребенок может просто сорваться психологически. И поэтому мы сразу с ними договоримся. Ребята, вот мы приехали в страну, нам не важно, какие у вас будут медали. Нам важно, чтобы вы отработали по максимуму. Напишите то, что есть. Если вы сможете сказать, что вот вы сделали максимум того, что могли, вы большие молодцы. Неважно, какие будут медали. Пусть даже все будете без медали, мы переживем это спокойно. Мы их перенастраиваем, потому что тогда у них возникает психологическая устойчивость. И что получается? Вот теперь, если я вижу, у меня задача не решается, я вижу соседа, который пишет, 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 но у меня калибровка другая. Я же должен сделать максимум того, что могу. Мне не надо с ним соревноваться. Я с собой соревнуюсь. Я так, ага, я вот еще этот, этот, этот метод не попробовал. Я возвращаюсь обратно к задаче и не трачу время на всякие глупые мысли. Да, о том, что будет, если. И это на самом деле работает. Если вы следите за успехами национальной сборной, то у нас примерно там где-то из пяти ребят либо четыре золота серебро, либо все пять золотых, то есть золотые, медали золотые. Потому что, в принципе, вот мы вот эту вещь работаем на лет на дне, и они психологически настраиваются на определенный результат. Там много факторов, но это один из тех, который тоже важен. Потому что если вы что-то уберете, то как бы он станет узким бабушком. Вот. Значит, как это делается? Ну, школьник, естественно, если вот эту мысль он приемлет, то нужно просто, чтобы он в рамках некого внутреннего диалога с собой передоговорился. Ну, вот мы же часто там идем по улице, размышляем, или смотрим в окно, размышляем, вот это так, это так. Вот ребенок просто должен сказать, вот я отныне и теперь буду ориентироваться на то, чтобы показывать максимум результата в любой ситуации. Пусть это контрольная по физике в школе будет, я решу ее за минимальное время без единой ошибки. Пусть это будет Олимпиада Всероссийская. Я постараюсь решить все методы, которые есть, набрать максимум баллов, которые смогу в это время. Вот. И в этом смысле есть еще один эффект от этого. Когда человек работает все время в натяг, по максимуму, у него мозг качается, как мышца, да? То есть вы делаете там сколько-то подтягиваний, плюс одно. Делаете сколько там приседаний, плюс одно. Здесь если вы всегда делаете и работаете на пределе возможностей, то натуральная по физике, еще что-то, да, любая Олимпиада, у вас как бы вы развиваетесь на каждом этом мероприятии, потому что вы работаете на пределе возможностей. Это важно. Раз. Два. А есть такая штука, как страх перед Олимпиадами задачи. Вы видите задачу и не можете ее решить не потому, что не можете решить, а потому, что вам страшно, как она сформулирована. Значит, здесь есть несколько рекомендаций. Первое. Рекомендую перед Олимпиадой посмотреть предыдущие записи, которые раньше были. Да, то есть вот с кружка, с уроков по физике, что-то вот, что вселяет веру в себя и повторяет определенные вещи. То есть человек смотрит и говорит, ой, я же это, это, это знаю. У него вера в себя немножко больше. Раз. Два. Я рекомендую повысить уровень. Что это означает? Вот, например, у вас через неделю региональный этап. У вас кружок. Вы берете на кружок комплект финала этого же класса. Дети решают не все, но они решают. Все остальное вы с ними разбираете. Что происходит? Они видят более страшные формулировки, дорешивают их до ответа и перестают их бояться, потому что они через это прошли. Потом, когда они идут на регион, поскольку они видели финал уже, а они более такие жесткие, да, более такие замысловатые, им проще, проще существенно с этим справиться. Они видят задачи уже и она не вызывает у них страха. И они поэтому начинают ее просто решать. Так. Три. Есть такая штука, как физическая интуиция. Значит, я... Что такое интуиция? Это вопрос сложный. Что такое физическая интуиция? Я для себя это понимаю следующим образом. Вот если вы решали определенный тип задач, да, когда-то давно, то, видя конкретную задачу, вы можете через какое-то время вспомнить, что вы их решали. Если вы вчера решали, то вы такую же задачу решите. А если вы год назад решали, вы можете про это не вспомнить. Вот эта физическая интуиция срабатывает на уровне памяти, потому что понятно, что там ребенок готовился длительное время к Олимпиаде. Перед Олимпиадой, примерно за полдня, не нужно решать никакие новые задачи. Причем не только по физике, по математике, не знаю, там, какие-нибудь вещи, которые сложного осмысления требуют, психологические фильмы смотреть и так далее. чтобы голова не работала как над какими-то сильно серьезными задачами. Тогда голова немножко отдыхает и подсознание успевает навести уборку. И тогда, когда начинается Олимпиада на следующий день, у вас голова уже, ну не у вас, а у ребенка, потому что вы на Олимпиаду уже не ходите, она становится такой свободной, свободной восприятия новой информации. В том числе подсознание, которое, ну вот, по моим ощущениям, примерно вот на полдня оно задерживается. То есть, если вы какие-то новые задачи нарешали, оно потом полдня это как-то по полочкам раскладывает. Вот с обеда предыдущего дня ничего не надо делать, никаких новых задач решать. Так вот, и что может сделать ребенок? Он берет листочек и читает, допустим, все пять задач, которые предложат на Олимпиаде. Тратят на это время. Но он читает это вдумчиво, так что, ну, условно или прочитав Олимпиаде условия, вы можете его пересказать, да, рассказать о чем оно, то есть не теряется никакой смысл, какие модели, что найти нужно, вот все-все-все. То есть это, вот, не знаю, когда маленькие дети читают там вот историю, да, а расскажи о чем оно, да. Вот здесь как бы человек должен не быстро это прочитать, чтобы не потерять никаких смыслов. И тогда получается, что если он это внимательно прочитал, ну, не обязательно медленно, просто, ну, вот, не очень быстро, по крайней мере, то он может начать решить любую задачу, но подсознание загрузило все пять, и оно будет искать совпадение с предыдущим опытом. И это позволит немножко быстрее находить идеи и решения тех задач, которые есть в Олимпиаде. Если такой опыт есть, то есть если ребенок что-то дома решал, готовился, ну, мы же про это говорим. Так, еще одна вещь. Мы в школе учимся все 40 минут, иногда два раза по 40, то есть там час 20. И дети к этому привыкают. Когда ребенок приходит на Олимпиаду, мы говорим, ну, тур идет там 4 часа, 5 часов. Дети к этому не привыкли. Они не могут работать 4 или 5 часов подряд. И поэтому, если мы даем 5 часов, а не полтора часа работают эффективно, ну, два, потом все заканчивается. Поэтому они не могут решить весь комплект, если они заранее не готовы. Ну, это вот как, я не знаю, на физкультуре мы все время бегали там один километр, да, а на зачет побежали 10. Ну, так пробежим, конечно, но, наверное, результат не будет хорошим. Вот. И здесь то же самое. Значит, я советую школьникам делать следующее. Только без ряда для здоровья, самое главное. Если там что-то дискомфортно, надо сразу останавливаться. Берется комплект задач, например, задачи, которые ребенок может решать сам. Ну, то есть не очень сложно. И засекается время. Выключается телефон, засекается время, и он сидит, решает, 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 решает. А первый раз это будет полтора-два часа, после этого голова начинает уставать, там шуметь немножко. Останавливается. Дискомфорт пошел, останавливается. Фиксирует время, говорит, я молодец, все. Делает перерыв несколько дней. Потом еще раз. Так потихоньку, потихоньку, за, может, 5, 7, 10 раз. Мозг привыкнет работать 4 или 5 часов подряд. Столько, сколько нужно на Олимпиаду, и столько, сколько нужно на ЕГЭ. Что происходит при этом? Вот у вас есть 24 часа в сутках, 8 часов на сон. 16 часов оставшиеся, организм научается сжимать вот в эти 5 часов. И у вас пиковая нагрузка, получается, на 5 часов распределяется. Дальше потом уже что-то сложно, что-то такое эффектуальное делать. Но ей не надо, обычно в день Олимпиады больше ничего нет. То есть ребенок концентрирует дневную норму энергии вот в этот 5-часовой интервал и очень эффективно работает на большую скорость. Ну, как будто только урок начался. Это можно наработать навык, но его нужно просто тренировать. Значит, из жизни. Пример. Вот если посмотреть на все эти факторы, то они как бы с одной стороны там не сильно много добавляют, да, с другой стороны они, ну, настрой меняют в целом. Вот целеполагание, включение интуиции, соответственно, и вот 5-часовая такая концентрация. Я когда был на Олимпиаде, я достаточно неплохо написал теорию. То есть у меня 29-25 сотых из 30-ти. То есть я 75 сотых баллов потерял, как максимум. И я так довольный собой приехал в свое родное лице и говорю, вот условия, по которым я решал задачи. Вот, в общем, вот вам на память. Они говорят, здорово, ты решение напиши. А решения не было. Я пошел домой, и я понял, что я не могу решить эти задачи за короткое время. Хотя я там, не знаю, их решил на максимум почти. То есть я 2 дня писал решение. Почему? Потому что это тяжко-кофе, кресло, это мама, которая там на тебя заботится. Расслабленная атмосфера. А там, не знаю, вот у тебя один шанс, одна попытка, и ты либо показываешь себя, либо нет. Вот эта концентрация, 5 часов, максимальная концентрация, целеполагания, это позволяет, вот, ну, вложиться просто. И, в принципе, сильно повышает работоспособность, вот такая некая концентрация. Но она состоит из психологических факторов. Значит, еще одна вещь, которая, на мой взгляд, важная с точки зрения тренировок, это умение быстро решать простые задачи. Потому что, по сути, что происходит? По сути, происходит следующее. Но в Олимпиаде есть и сложные, и простые задачи, а время ограничено. И вот эти вот решительные задачи, элементы какие-то вот внутри сложные задачи, простые, ребята должны решать максимально быстро. И этот навык тоже тренируется. Причем, ну, вот, если вот дать ребенку набор простых задач, он будет решить за время х. Но если ребенок немножко потренируется, он будет решать тот же набор задач, ну, не тех же, а аналогично, за х пополам. То есть, условно говоря, вот там есть там сколько-то простых задач, он их может решить там за 2 часа. А тут он может решить их за час. И, соответственно, у него больше времени остается, чтобы разбираться со сложными задачами. Но этот навык тренируется, если говорить, ну, сейчас ЕГЭ вот эти все, эти короткие задачи тоже тренируются, да? Ну, я решал это все время по тестам Орлова Владимира Алексеевича, поскольку это олимпиадные тесты специальные. Вот. Ну, и в целом, вот я просто знаю, что-то я решил первый раз его тест. Думаю, вот, все, решил без ошибок, круто, полтора часа потратил. Написано, время освоения теста 40 минут. Ну, я просто начал тренироваться в этом направлении и свел время решения теста до получаса. То есть, я за полчаса тоже, то есть, я в три раза сократил время. Значит, и, в принципе, это решается таким образом, то есть, ну, периодически там, ребенку дается задача, когда он просто должен, одна задача, ее решить абсолютно правильно за минимальное время. Вот. То есть, ну, вот, это можно там на кружке делать, это можно еще как-то, можно ребенку саму там предложить какой-то ритуал. Ну, у меня вот очень просто было, я в Чайбинске жил примерно в часе езды от лицея. Ну, то есть, если на автобусе ехать, час ехать. На машине тоже. И меня дед забирал просто. Ну, и я звонил ему, говорю, пап, забирай меня, все, я закончил. Мне кажется, обочий день тоже закончился. Вот, все кружки у меня заканчиваются, и у него рабочий день одновременно. Он говорит, хорошо, я приезжаю. Я что делаю? Я беру задачник, открываю его, выбираю задачу, решаю ее, проверяю ответ, что правильно я зашил. Закрываю задачник, одеваю куртку, выхожу в машину. Ну, потому что папа вот тут приезжает, сколько? За 10 минут. Ну, то есть, вот такой вот некий вот, ну, и каждый день так. Вот я каждый день, уходя из школы, решал по задаче. Вот, на скорости. Ну, это как бы вот просто такая привязка, она может быть разная, потому что, ну, я понимаю, что у вас там, ну, нет возможности там на уроках физики отдельно этим заниматься. Это все-таки ребенок должен сам брать и эти задачи перед собой ставить и решать. Ну, вот эту скорость, если набивать руку, это, ну, просто нужно, другой варианта нет. Так, далее, несколько слов про физиологию. Значит, в принципе, ну, я бы советовал, как бы, ну, поговорить с детьми относительно того, от чего зависит их, вот, ну, эффективность личная. Ну, например, сколько часов нужно спать перед олимпиадой? Ну, в этом смысле там укажу, наверное, ответ свой, вот мой ответ 7,5. Если вы ответ этот знаете, но имеется в виду, это как измеряется, да, вы берете эту задачу, да, и, условно говоря, поспали какое-то время, да, пришли в школу, там, решаете сложные задачи, а, что-то плохо решается. Поспали другое время, пришли в школу, решаете сложные опять задачи, а, вот сейчас получше. И вот, ну, некоторая фиксация времени произойдет, ну, вот там, 8, 7,5-8 часов. Поскольку я это знаю, да, то дальше, как бы, возникает вопрос техник от засыпания-просыпания, да, если мы говорим про олимпиаду, то не спать ночью перед олимпиадой, это то же самое, что занудить свой результат сразу же. Ну, то есть, сонный человек ничего не напишет. Вот, поэтому, как бы, ну, понятно, что это там прогулки, дыхание, расслабление, но это ребенок все может, в принципе, освоить при желании. Если мы говорим про какую-нибудь топовую олимпиаду. Дальше, что есть перед олимпиадой? Много, мало, там, и так далее. Кому-то бутерброд нужен, кому-то кашу, кому-то пельмени. Вот, единственное, на чем акцент я бы поставил, это история с этим, с шоколадками, да, когда на олимпиаду берут шоколадку, шоколад нужно брать чистый, брать чистый шоколад, потому что, если он с арахисом и с изюмом, то когда вы чистый шоколад съедаете, он как-то быстро отдает импульс в голову, да, а если он содержит какие-то ингредиенты, то они какое-то время перевариваются, и, как бы, ну, и мозговая активность падает на это время. Потому вот, вот, и не чистый шоколад не надо брать. Вот, дальше, что еще? Ну, наверное, здесь нужно поговорить в целом с ребенком про то, чтобы он, соответственно, относился к этому, вот, как к такому грандиозному проекту, потому что вы инвестируете свое время, он инвестирует свое время, родители, да, ну, то есть он же, когда задачки решает, он же им не помогает дома, да, они его какие-то домашние дела освобождают и так далее. И, ну, условно говоря, нельзя ходить без шапки, там, перед Олимпиадой. Ну, нельзя. Потому что если ты простудился и заболел, то все. Все два года, что ты готовился к Олимпиаде, ты обдомножил на ноль. Ничего не будет. Да? Нужно следить за своим здоровьем. У меня очень тоже простой пример из жизни. Мне, чтобы попасть в форум, нужно было бы в 11 классе взять первый диплом на финале по физике. И, ну, шансы были, как бы, я понимал об этом, но вот я приехал, поезд был не такой комфортный, как сейчас, меня продуло просто, потому что окно было деревянное, там, было холодно, ранняя весна, перь, березники, точнее говоря. Я понял, что все, я заболеваю. Я прихожу к ребятам, говорю, ребят, есть что-нибудь? Он просто говорит, да. Достает из луковицы тумбочек, луковицу, размером с яблок, говорит, на, ешь. Я говорю, дыхать, кусок хлеба. Он говорит, нет, дыхать, съели. Я сижу, грузу эту луковицу, потому что у меня какие альтернативы, выиграть всероссийскую, я люблю попытаться, какой-то как-то попытаться, или завтра заболеть, что называется, в грузу. Все, вжог там, все внутри, никакого удовольствия. Но, как бы, сколько-то я, скажу, целиком я не съел, нет. Утром просыпаюсь, говорю, нет, нормально, не заболел. Пошел на тур. Ну, как на тур, хорошо написал, все, здорово. Но это вот, как бы, вопрос, если вы ставите перед собой задачу, если ребенок ставит перед собой задачу, надо просто понимать, что есть разные узкие горлышки, да, если вот кто-то где-то вот здесь в этих горлышках там, ну, что-то не сделает, то все, ничего не получится, да. Ну, и в этом смысле, ну, дети иногда бывает, что они там зимой без шапки ходят и так далее. Еще одна вещь, наверное, про еду, про витамины. Смотрите, это, наверное, не очень важно, но тем не менее, бывает такое, что дети зимой сами начинают пить витамины. Да, поливитамины, потому что, ну, не хватает просто полезных веществ, солнца меньше. Иногда врачи назначают какие-то таблетки, да, но если врачи назначают, то тут нельзя нарушать предписание. Но если человек сам себе назначил витамины, то надо, наверное, посмотреть упаковку. На них обычно написано, вызывают сонливость. Что это означает? Означает, что витаминку, наверное, не надо пить с утра перед олимпиадой, надо ее взять с собой на олимпиаду, выйти с олимпиады, съесть какую-нибудь печеньку, выпить воды и после этого выпить витаминку. Ну, пусть она после олимпиады сонливость вызывает, это пожалуйста. Ну, вот, понимаете, это вот такие мелкие кусочки, казалось бы, да, вот это все песчинки. Но в целом, если мы собираем, получается достаточно много. Вот, и эти все факторы, они сказываются, потому что там, у кого-то живот заболел на олимпиаде, да, у кого-то там, состояние какое-то сонное было, потому что он не доспал или что-нибудь там, съел нету, вот, или там, приболел. И все, и ребенок, который вот талантливый, гениальный, там, много всего, тренировался, готов, он не показывает того результата, который мог бы. А олимпиада, она раз в год. Ты не прошел, дальше, соответственно, все. Жди год, там, следующие попытки. Так, движемся дальше. Значит, я немножко... Слушайте, а у меня время... Сколько? Еще пять минут. Сколько? Еще пять минут. Пять минут еще нельзя. Смотрите, несколько слов про эксперимент хочу рассказать. Я не знаю, как сейчас, но, точнее говоря, знаю, я уверен, что я прав буду, если скажу, что у вас нет времени заниматься экспериментом в достаточно большом объеме со школьниками. А эксперимент, тем не менее, это важная часть олимпиады, потому что, ну, обычно никто не занимается, и тот, кто начинает заниматься, он сильно вперед вырывается, потому что, ну, вот, больше баллов. И я когда тренировался к олимпиаде, я делал следующее. Я вот в той же ситуации находился, я приходил в школьную лабораторию и пытался придумать задачу для олимпиады. Вот, и сразу скажу, я ни одной задачи не придумал. Я пытался, но я ни одной задачи не придумал, то есть не надо думать, что я придумал задачу. Нет. Но я получил три результата. Первый. Я понял, каким образом физики, которые придумывают задачи, прячут модель в условии олимпиады. Как в условии спрятанная идея. Как они ее прячут? Потому что я же тоже пытался это делать. Второе. Я научился применять разные приборы нетривиальным способом. Ну, например, вот у вас термометр есть в руках? Нужно температуру померить. А еще что? Можно из него весы сделать, да, рычажные, да, что-то взвесить. Да? В принципе, на нем шкала есть. Можно как линейку использовать, да? Например, для добрыдов намотать на него проволок какой-нибудь, сравнить диаметр. Ну, например, да, у вас есть там, наверное, мультиметр, да, известный факт, что если в режиме изменения сопротивления, он используется как источник тока. Какой ток течет там? Какое внутреннее сопротивление? Это же все надо померить и знать. Примерно. Да? Еще одна история, да, там, амперметр и вольтметр. Ну, везде в книжках написано, что вольтметр бесконечно большое сопротивление, амперметр бесконечно мало. Но если вы возьмете милиамперметр, школьный и вольтметр, они к сопротивлению не сильно будут отличаться. Да, вольтметр чуть-чуть больше. Ну, чуть-чуть. Там, в разы, наверное, не порядок. И в этом смысле, как бы, вот это понимание, оно возникло у меня. Да? И третье, у меня возникла мелкая моторика. То есть, я что, я прикручивал провода так, что они не отваливались. Я привязывал ниточку так, что она не отвязывалась. Ну, простая история, математический майнинг. Гайку привязать к этому, к штативу. Привяжете на узел, потом не отвяжете, чтобы длину поменять. Привяжете на бантик, он отвяжется сам, потому что, когда вы будете качать, он отвалится обязательно. Надо делать петелечку. Кто умеет делать петелечку? Ну, по-е-у, верен, да, а школьники-то нет. И это, как бы, экономит время на Олимпиаде, поскольку вот они это научаются делать, получается, вот эти три навыка, они сильно помогают продвигаться вперед. Еще по эксперименту я, конечно, советую. Еще по эксперименту я советую планировать эксперимент. Потому что дети, как бы, ну, там же количество точек, может быть любое, они не умеют это делать. Вот если он одно измерение делает одну минуту, то бессмысленно делать сто измерений. Потому что это будет сто минут. Нужно просто смотреть, как бы, сколько измерений он успеет сделать. Нужно обязательно планировать. Мы, как физики с вами, понимаем, что в каких-то точках, хотя бы в каких-то, нужно проверять повторяемость. Потому что если повторяемости нет, то значит, что-то не так с физической моделью. Ну, а в целом, как бы, ну, понятно, что если построить график, там, нужно, условно говоря, где-то 10 точек, чтобы как-то более-менее уверенно провести прямой. Вот. Еще одна вещь, наверное, и я буду на этом завершать, по оформлению, по, вообще, по оформлению работы. Существуют олимпиады, в которых есть четкие правила оформления. Вот только так, никак по-другому. Ну, тогда нужно эти правила знать и четко выполнять. Но, с другой стороны, да, существуют олимпиады, в которых таких правил нет. И в этой ситуации я рекомендую вообще не заводить черновик. То есть, черновик используется для двух вещей. Первое – расписать ручку. Второе – прикинуть формулу. Ну, например, ребенок забыл плотность – это масса поделить на объем, или объем поделить на массу. Ну, вот, что-то так переклинило, надо подумать. Написал обе формулы, сообразил, какая правильная, зачеркнул обе, и в чистовик. Если в чистовике что-то неправильно, аккуратно зачеркнул. Вот, надо объяснить, что зачеркивать вот так не надо, а зачеркнуть определенными ровными. Это не будет проверяться. И еще одна вещь, когда ребенок пишет текст, поскольку там все-таки какие-то исправления будут, лучше писать через строчку. Вот, что-то зачеркнули, чтобы сверху могли написать правильную формулу. То есть, отступать строчку, ну, то есть, межстрочный интервал в одну строку. Вот, и тогда, как бы, все нормально, более-менее, укладывается, и можно все вещи в спокойном режиме, как бы, оформить, получить, и с точки зрения оформления. Потому что они тратят время, ну, как бы, дважды, получается. Сначала на черновик, потом на чистовик. Еще одна вещь, ну, это, я не знаю, это индивидуально моя, может быть, это не всем подойдет, а я всегда решал задачу и проверял ее тут же. Вот я решил задачу, тут же вернулся, проверил, тут же проверил ее на граничные, вот, знаете, на размерность, на предельные значения, посчитал на калькуляторе, записал число. Второй раз посчитал на калькуляторе, записал число, убедился, что обе числа совпали. И после этого я эту задачу к ней никогда, ни при каком-то условии не возвращаюсь. Но только если я там, ну, понял, что я совсем неправильно ее решил, я тогда буду перерешивать. Но, получается, у меня есть пять задач, я одну решил, проверил, выберил, в сторону, осталось четыре. Следующую пришел, проверил, выберил, в сторону, осталось три. То есть, потому что ребенок, он здесь какие-то идеи написал, тут какие-то идеи написал, тут что-то проверил, тут что-то не проверил, это переписал с черновика на чистовик, это не периписал. Вот эта вот логистика разрывная, она съедает определенное время. И нужно проанализировать, что вообще происходит, да, и может быть это просто, ну, подсказать ребенку, что так не надо делать. И еще одна вещь, наверное, в заключении совсем. Может быть это дастся, как бы, эту мысль донести до ребят, она, в общем, ну, простая, другая, может не очень простая. Не надо бояться делать ошибки. Бывает на олимпиадах ошибки, мы все ошибаемся. Но надо стараться делать так, чтобы каждая ошибка не повторялась. Условно, говорю, вот ребенок, там, не знаю, там, при вычислениях ошибся. Почему? Что он сделал не так? В уме какие-то вычисления сделал, которые в уме не выпали. В калькуляторе неправильно кнопочки нажал, но в калькуляторе второй раз не проверил. Как сделать так, чтобы эта ошибка не повторялась? Наверное, там, буква Х превратилась в цифру 2. Что сделать, чтобы это не повторялось? Букву Х писать по-другому, например. Не знаю, там, вот О мы превратились в дополнительный нолик, да, известная, да, штука. О мы писать можно буквой Омиго. Вот пусть ребенок пишет буквой Омиго, если у него буква О превращается в нолик в конце задачи. И, если вы каждую ошибку на олимпиаде совершаете только один раз и не повторяете ее потом, то, в принципе, количество ошибок, которые он совершает, сильно уменьшается, и вы становитесь очень хорошо писать олимпиаду. Важно просто, чтобы ребенок об этом говорил и пытался с этим разбираться так, чтобы эта ошибка не повторялась. Вот я старался так делать всегда. Если что-то происходит как-то вот так, что возникает ошибка, я ее фиксирую, понимаю почему, понимаю, как исправить. Вплоть до того, что по каким-то вещам я вырабатывал специальный олимпиадный почерк, чтобы писать конкретные буквы. То есть я могу писать обычным почерком, таким непонятным, как у многих, да, а могу писать олимпиадным, когда буковка к буковке. Просто потому, что, как бы, если нужно, чтобы буквы не друг с другом не смешались, не спутались и не заменили на другую, поскольку там баллы будут стоить, я пишу эту вещь. И еще минуты есть? Еще одна мысль, коллеги, тоже может быть важная. Ребята часто пишут идею решения задачи в виде страницы текста. Мы это проверяем, и здесь возникает серьезная дилемма. Мы понимаем, что хотел сказать ребенок, но мы понимаем, что то, что написано с физической точки зрения неправильно. И мы не можем за это поставить баллы. Вообще не можем. Поэтому надо просить ребят, чтобы они использовали схематические рисунки, чтобы они использовали какие-то короткие пояснения. Ну, там, одно-два предложения. Ребенок может написать хорошо, но страницу текста, во-первых, он кучу времени тратит на формулирование. Мы потом кучу времени тратим на чтение, и мы не можем за это поставить баллы. После точки зрения физики, написанное не является правильным. И так бывает часто, и на финале в том числе, когда мы с этим разбираемся, мы с этим ничего нельзя сделать уже. Поэтому старайтесь, ребята, чтобы ваши ребята, ваши ученики, они эти вещи делали, ну, как-то, алгонично, что ли. Ну, не совсем не ноль, да, но какие-то вещи, надо написать какие-то идеи. Ну, лучший рисунок, лучший рисунок, если это можно предоставить. Коллеги, ну, вот я так смотрю про идеи, они, может быть, так, немножко списком получились, да. Я надеюсь, что что-то из того, что вы услышали, для вас было полезно и интересно. Я надеюсь, что что-то из этого воспримут и примут на вооружение ваши воспитанники. Вот. И я желаю вам успехов, а вашим воспитанникам много новых побед. Спасибо. Артем Владимирович, в июле месяце в Миноборнауке сократило максимальное число призеров-обидителей Олимпиады выпускников в школу до 300 человек. Вот, хотелось бы первому вопросу задать. Советовалось ли, в данном случае, в Барнауке с представителями ФТИ, преподавателем, может быть, всегда, и второе, продолжат ли выездные Олимпиады по ФТИ в регионы России? Значит, смотрите, коллеги, вот для нас это сложная сейчас история. Мы, поскольку у нас 300 человек, да, а не дипломов, а не 900, как мы обычно любим давать, да, то мы сокращаем Олимпиаду сильно. Прямо в разы, пропорционально. То есть будет на входе не 30 тысяч, а 19 тысяч. Первое. Второе. Для того, чтобы повысить концентрацию детей, которые приезжают, и немножко умеет самбур, мы делаем только одну точку входа. Это в Вестерфонлайн. То есть выезд, может быть, будет, может быть, нет, но он не будет отборочным. Уточнить, вы знаете, 5-й ФТИ, не будет больше отборочного? Не будет отборочного этапа, да. Но сама она по себе сохранится. Ну, мы сейчас думаем над этим, да. Мы сейчас думаем над этим. Столичную мы тоже убираем. То есть у нас очень крупная историчная Олимпиада была. Но мы сейчас как раз это обсуждаем, потому что получается, что нам не нужно столько Олимпиад, и мы по-другому должны перестраивать, структурировать систему. Вот. Значит, что мы будем делать? Во-первых, в этом году мы серьезно обсуждаем на то, чтобы победителей прошлого года, 10-го класса, дать им льготу БВИ. То есть те дети, которые участвовали в Олимпиаде в физтех по физике и математике в прошлом году и стали победителями, дать им льготу БВИ. То есть дети уже будут как бы, ну, считайте, поступили, если они подтвердят свои волны игры. Первое. Второе. Мы думаем над тем, как увеличить линейку Олимпиад, чтобы все-таки охватить больше детей. Но, скорее всего, будет следующее. Мы дадим 300 дипломов у победителей и призеров, и, наверное, и победителям, и призерам дадим БВИ. Ну, потому что победители там какой-то процент будет, призеров тоже какой-то процент будет. Их будет немного, но 300 человек – это, как правило, топ. Мы, конечно, поедем не во все точки, мы постараемся, как бы, география, чтобы была широкая, но мы поедем и так далее, много, как раньше. И еще одна история. Ну, мы думаем, у нас еще есть Олимпиада Курчатов дружественная, мы думаем, пока обсуждаем, что, может быть, мы вот свой физиоф онлайн договоримся с Курчатовом, чтобы дети, которые прошли через физиоф онлайн, они могли на Олимпиаду Курчатов тоже заходить. Но это пока в обсуждении. То есть, в принципе, человек, который играл физиоф онлайн, он может на физиофе поучаствовать там, соответственно, 18-го, 19-го, либо на Курчатове, там, проведение 5-го марта. Может быть, к тому моменту, когда, ну, постараемся, по крайней мере, когда начнется Курчатов, может быть, будет уже понятный балл по Олимпиаде физиоф. Тогда школьник просто сможет понять, ему надо на Курчатов идти или не надо. Вот. Вот Олимпиада Русатом, вы брали угол, при поступлении, так же все останется в Русатом? Пока да, пока да. То есть, мы, скорее всего, оставим, может быть, даже чуть расширим список Олимпиад, но нам, конечно, это не очень, как бы, радостно, потому что мы Олимпиаду всех позиционировали как Олимпиаду, в которой ребенок мог просто выиграть, потому что он должен был попасть в топ, там, 800, условно говоря. Потому что, ну, иначе, как бы, вот есть там пять лучших детей, да, и они выиграют все Олимпиаду. А если ты попадаешь не в пятерку, там, и не в сотню, а там в 200 или в 300, то непонятно, что тебе делать в этой ситуации. И мы, конечно, по этому поводу, ну, думаем, что делать. Это то, чтобы как-то ребятам шансы поступления сохранить. Слушайте, ну, мы это обсуждали в разных форматах, но люди аргументируют тем, что вот, как бы, это Олимпиады, должен быть высокий конкурс, и нельзя давать много кипов, что это, там, неприлично для Олимпиады. Ну, потому что там, смотрите, какая логика была, чтобы вы понимали, почему там, как бы, ну, мы, а если ставить в одиночной, по физике примерно 40 Олимпиад. 40. И они дают 2,5 тысячи дипломов. Вот из них физтех давал примерно 800, и русатам еще 300 с лишним. То есть мы половину Олимпиад давали физтехам и физтехам. Вот. А остальные 38 Олимпиад давали вторую половину. Ну, каждый по чуть-чуть. Но это, как бы, может, неплохо, каждая Олимпиада у меня свои победители. Но просто часто бывает такое, что, поскольку там физика, то вот один и тот же ребенок выиграет эту Олимпиаду, эту, эту. А другой ребенок, соответственно, не менее талантливый, ну, чуть менее быстро решающий задачи. Он вылетает все время за бат. Вот это плохо. Ну, мы, как бы, будем сейчас расширять линейку Олимпиад. Над этим работаем. Ну, как только будет какое-то движение, и мы будем об этом информировать вот с коллегами. Корректор, еще один вопрос. Да, мы очень подогнал. Спасибо за статулированное обнесложение от травок при Олеговичном Осибирске. Значит, мы активно занимаемся командой преподавателей олимпиадной подготовки, в основном по астрономии, но и по физике в том числе. И сейчас у нас некоторая дилемма. К нам приходит большое количество от 11-ти пластиковых на уровне августа-сентября с желанием, я так понимаю, с проведением в этом году участвовать в Олимпиадах, что-нибудь занять. Есть дилемма. С одной стороны, не очень хочется, честно говоря, тратить свои ресурсы на 11 класс, потому что мы познаваем. Да, с другой стороны, мотивация у них как раз на высоте, и за год, как вы говорили, можно не до всех рассказать. Вот ваше мнение. Стоит ли как-то запрещать, или как-то ограничивать, и рискует со всеми работать. Спасибо. Слушайте, ну, мое мнение, что если ребенок хочет себя провести в Олимпиадах, то надо ему помогать. Смотрите, коллеги, давайте честно. Вот Олимпиада, она же не ради Олимпиады. Олимпиада – это способ ребенка втащить в мир физики. Кто-то так и останется интеллектуальным спортсменом и не станет физиком. Да, он пойдет куда-нибудь, может, в трейдинг, в банк. Ну и пусть. Но кто-то же через Олимпиаду скажет, я физику выучил. Я ее теперь люблю, я буду ей заниматься. Вот для чего мы работаем. Олимпиада же не цель. Олимпиада – это возможность, это средство. Через детские амбиции, чтобы, если они через вот то, что они к вам пришли, они выучат, поднимут свой уровень, поступят в ведущий вуз, к вам, например, в Новосибирск, да, там, МИФИ, там, не знаю, там, может быть, к нам, да, там, в МГУ, на ФИСФАК. Они потом реализуются, как физики, и это будет здорово. Мы же для этого работаем, чтобы было больше ученых, инженеров, да, а Олимпиады – это просто один из способов, ребят, вовлечь в этот мир. Спасибо большое. Хочу вам еще раз поговорить.